Молодым везде у нас дорога. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня будущие звезды театрального небосклона, выпускники нашего Института культуры с мастером. Александр Мальцев, доцент кафедры актерского мастерства, правильно? Так называется? Правильно, актерского искусства. И давайте представим молодых, ранних, Евгений Суворов, София Ксенофонтова и Анастасия Оболдина. Все правильно, никого не путала. Здрасте, еще раз. И начнем давайте с того, что вчера у вас состоялось прекрасное, торжественное событие. Вы сдали госэкзамен, друзья мои. Я вас с этим поздравляю. Ура! И спрашиваю не вас, Александр спрашиваю, Саш, ну как? Как сдали-то? Отлично, вот не поверите, вчера была, до этого была дипломная декада, где играли шесть спектаклей на курсе, а вчера, причем получили высокую оценку от комиссии, которая была, а вчера был последний гос по теории. Ну, сыграть-то каждый может, а вот как рассказать историю театра? Вот не поверите, по-моему, это впервые, ну вот за мою практику, моих выпускников, это впервые, когда гос по истории театра, по теории, все получили отлично. Все получили отлично. Умно вообще все. Даже от кого вообще мы не ожидали. Ну, то ли комиссия уже так их полюбила за шесть спектаклей, которые они там глаза намазалили. Но эта история, что артисту не обязательно быть умным, это не про этот курс истории. Нет, вот абсолютно скажу, что вот здесь я как бы доволен тем, что теоретический курс вот эти выпускники получили в полном объеме, что касается даже актерского искусства, потому что у нас были постоянные лекции, доклады, и даже то, что помимо программы, вот они тоже это знают. Но только сейчас их спрашивать не надо, а то они сейчас... Да, я что-то спросить даже не знаю. София, как настроение, вот понимая то, что все позади, вот это все ответственное, важное, и теперь вот только вот уже получить непосредственно сам диплом впереди, и уже там к профессии приступить уже со стороны рабочей, а не учебной. Да, со стороны профессиональной. Настроение хорошее, потому что, ну, мы ждали этот момент, когда же нас смогут оценить, насколько мы выросли, насколько мы состоялись как студенты, и готовы ли мы дальше идти в профессию. Поэтому это был волнительный период подготовки к экзаменам, и задачи их очень волнительные, наверное, самые сложные за все четыре года обучения, но и приятный, такой торжественный, до слез приятный. Ну, Гара, а с плечи упала какая-нибудь? Да, упала. Сегодня с утра я проснулась и думаю, мне не нужно ничего учить. Как хорошо. Пойду убираться. И скоро будет нужно учить роли, да, дай-то бог больший. Настя, такой вопрос, вот есть уже вот этот кусочек лета, да, остаточек, которые еще можно будет, наверное, отдохнуть, и потом уже как бы будущее известно, да. Расскажи, куда ты идешь работать, куда тебя приняли? Меня приняли в театр юного зрителя, в театр Самар, в Самаре, я остаюсь в Самаре. К Александру Подбачоку. Да, к нашим педагогам. Наши педагоги уже станут не нашими педагогами, а нашими коллегами. Поэтому остается чуть-чуть, и начинается заново работа. То есть уже не институт, уже что-то новое, чего мы так ждали, чего мы так хотели. Конечно, жалко расставаться с учебой, но будущее театральное, хочется работать. Ну, ребята во время обучения, они уже были задействованы в некоторых постановках. Ну, это стандартная, да, практика? Да, да, то есть они проходили практику уже в театре, вот, поскольку у нас педагоги, большей частью из нашего театра, да и всем известно, что и труппа Самарта где-то процентов 70, это выпускники нашей академии, поэтому это связь, поскольку и Самарт был в свое время инициатором того, чтобы кафедра актерского искусства открылась, как бы он был организатором этого, Юрий Иванович Долгих возглавлял, возглавлял, да, и поэтому есть такая практика, что мы с первого курса пытаемся студентов потихонечку, потихонечку, но вот, чтобы они уже понимали будущую профессию, так сказать, не только когда они закончили, пришли, а, так вот это что такое. Так вот что такое театр. А я по-другому училась, училась, ну нет, знаете, поэтому нет, и поэтому, как бы, ну, для них, вот кто пришел к нам в театр, сейчас зачислен, для них это уже как дом родной, и большинство тех людей, с которыми придется работать, это уже знакомые, и они знают то, чего ожидать, то есть тут это, на мой взгляд, замечательно, что есть некая такая преемственность, что мы готовим не куда-то, а уже есть вот конкретное. Есть конкретное местечко. Жень, ты, я знаю, будешь показываться не в театре Самар, ты немножечко другим решила путем пойти, расскажи, каким, и что ты будешь показывать. Чем будешь удивлять Вячеслава Алексеевича Гвоздкова? Ну, я все же тоже решил пойти по профессии, вот, как вы уже сказали, то, что буду пробоваться самарскую драму, вот, так же у меня еще есть два предложения с телевидения, вот, так что буду... Так что, Марьяна, заканчивайте. Так что будем, возможно, коллегами мы с вами. Всеведущего могу запросто... А вы уже... Что будешь показывать, да? Я думаю, что я как раз в момент репетиционный, да? Что будешь показывать? Показывать буду отрывки из дипломных спектаклей, там, из рассказов Шукшина у нас был спектакль, мы будем показывать с моим одногруппником пару рассказов парных, вот. Вот, так же попросили спеть меня, буду петь песни, тоже из спектаклей, возможно, возможно, нет. Слушай, ну, я тебе желаю удачи, я думаю, что уже будет чуть позже понятно, да, что там будет. Да. В субботу скажешь. Есть ли такой момент, что когда ребята, ну, понятно, когда они приходят, они еще совсем зеленые на первом курсе, да, они такой материал, да, некий для работы. Вот сейчас, когда четвертый курс закончился, уже есть точное определение, что по каким направлениям они должны идти, какие-то амплуа, может быть, сформированы, какие-то жанры, в которых они более успешны. Можно ли вот так сейчас говорить? Вот, это хороший вопрос. Я потому что, или мы универсальных каких-то солдат делаем. Это вот хороший вопрос, в каком плане? В плане того, что существует ли амплуа в театре или не существует амплуа в театре. На мой взгляд, хоть многие всячески отбрыкиваются от истории того, что система амплуа – это не наш метод, не наша система, и такого нету. Но я скажу, что большая часть мировой драматургии, она написана из учета именно системы амплуа, если мы возьмем там не только классическую драму, но и сюда даже ближе. Ну, кроме, наверное, может быть, современной драматургии, где там он, она, вместе дружная семья, да, и так далее, там, понятно, нету. Мы пытаемся, конечно же, готовить универсальных артистов, которые могут работать в разном направлении. А вот в каком направлении их поведет уже руководство театра, что будет им предложено, потому что, конечно, когда руководители, там, администрация театра, да, художественная администрация, отсматривает, все равно же уже есть прицел, да, там, куда этого актера задействовать, нужно ли такое амплуа, или вот такого характера уже есть у нас, да, исполнителя, сколько есть. Зачем там пять человек одного и того же, там, понимаешь, одной и той же фактуры, да, голосовых данных, когда это существует. Вот, поэтому я думаю, что никуда это не делось. Это, ну, это от лукавого говорить, что нет, у нас абсолютно театр такой. Я думаю, что все равно система, некая система, пускай не четкая, как это было, вот ты играешь до старости старух, ты будешь старуху, да, до старости играть. Но все равно вот эта какая-то небольшая история, она все равно осталась. И, потому что напрямую многим, кто приходит в театр, говорят, вы знаете, ну, вот в этом сезоне, возможно, вы будете не столько много заняты, потому что вот для... Репертуар подобрали. Да, для вашего амплуа, для этого вот не... Но у нас готовится установка, где там вот как раз вот вы там нужны и так далее. Это нормально абсолютно, потому что, ну, это практика, которая... Ну, как раз сегодня артист, завтра статист. Абсолютно, да. Сегодня ты играешь Гамлета, завтра ты играешь Кушать подано. Это как везде. Но наша попытка была, как педагогов, да, Юрия Ивановича, как руководителя, чтобы ребятам дать возможность поиграть и жанровую какую-то роль характерную, и главную какую-то серьезную. Поэтому вот у нас было шесть спектаклей абсолютно разных. Там была и психологическая драма, были и музыкальные фарсовые спектакли, такой, знаешь, в жанре грубого площадного театра, где они открыты, вот, и в сказке они пробовали. То есть абсолютно у комиссии была возможность посмотреть, насколько они синтетические, насколько они владеют этим художественным синкретизмом для того, чтобы попробовать себя в различных направлениях. И когда они пришли показываться, вот, это они-то и пели, и плясали, и Набокова читали, и Вертинского, поэтому тут было очень радо. Разноплатно. Ну, мы пытаемся, конечно, не то, что вот там, если мы с Юрием Ивановичем работаем в тюзи, вот мы и готовим, чтобы только скакали, кувыркались, понимаешь? Крошка енот. Нет, конечно. Да-да-да, крошка енот, и все вот метр двадцать, понимаешь? Нет, конечно же. Сейчас вот я не знаю, но этот курс не такой высокий, а вот сейчас уже идут подготовительные курсы, и я скажу, что там и девчонки есть, и мальчишки приходят, и думают, батюшки, какой-то урожайный был 1999 год к миллениуму, понимаешь? Готовились там от метр восьмидесяти идут мальчишки и девчонки есть дома, но это уже не началось, это уже претендует на другое. Девчата, это намек, заходите в гости иногда на следующий год. София, какая у тебя была самая, на твой взгляд, запоминающаяся работа на курсе? Чем ты гордишься, наверное, вот так? Ну, у меня было много работы, и этим-то, наверное, и хороший учебный процесс, и наши педагоги строили деятельность творческую на курсе так, что работы было очень много, с девяти до девяти, у нас не было выходных, не было праздников, вот, и все это было безумно интересно. Ну, прям нужно выделить какую-то... Нет, не обязательно, просто вдруг такая есть. Из шести, может быть. Из шести, но есть даже те, которые не вошли. В репертуар учебного театра. Ну, что тебе понравилось больше всего, вот, что ты бы хотела эту роль сыграть уже, будучи актрисой театра? Я бы хотела сыграть Раневскую Любовь Андреевну. Вот так вот. Просто шла подготовка к этому спектаклю, он не вышел, но репетировали. И она, когда давала интервью, кто-то приезжал, снимал для какого-то сериала ее, она говорит, я это читать не буду, не буду, я вам прочитаю монолог из Раневского. Он говорит, ты играла Раневскую? Она говорит, нет, очень хочу. Он говорит, ты будешь играть Раневскую. И вот она, бедная, живет с этой мыслью. Костюмы храню до сих пор. Да, мне кажется, потерпеть пару-тройку лет. Десят лет? Десять, десятков лет. Возможно. Нет, ну почему, может быть, будет какой-то экспериментальный вариант. Ну как раз, да, конечно, там в Раневске не 20 лет, поэтому через 20 лет, я думаю, вернемся. Да, Настя, кем ты себя видишь на сцене уже, будучи актрисой? Есть какой-то, может быть, образ или набор образов, которые тебе близки, и тебе бы хотелось... Обезьянка. А я белочку. Белочку, да. Да, ну, у меня нет такого, наверное, определенной роли, которую я хотела бы сыграть. Как вот, нас тоже постоянно везде спрашивают, какая роль, какая роль. Хочется, просто хочется быть востребованной, хочется играть, и хочется много играть. Хочется играть главную роль, ну это естественно. Но у меня давно-давно есть такая мечта сыграть Мидею. Вот это какая-то, она такая очень старая мечта. Я один раз, когда я первый раз прочла, мне стало так, очень интересно, как это все, что это, это же Еврипид. Вот, что именно вот эта атмосфера того времени как-то меня захватила. Как-то я об этом, я не думала, не учила монологи, как бы я не готовилась. Но какая-то такая вот у меня мечта сыграть Мидею, может быть, когда-нибудь пройдет много-много лет. И все-таки моя мечта осуществится. Но так нравится очень много ролей, много, много хочется играть. Просто играть, работать. Да, хочется работать, не хочется ждать, хочется работать. Жень, у нас всегда, во всяком случае в Самаре, но по-моему, Саша, поправь, если я ошибаюсь, не только в Самаре, у нас как-то, ну, с мужиков меньше спрос. Вот как ни крути, в театрах девочек всегда много, девочки всегда борются за роли, а штаны нужны всегда, как бы, да, и мужиков берут с большим удовольствием каким-то, больше работы дают, больше нагружают. Какая ситуация у тебя? Кто ты? Ты у нас герой-неврастенник или ты у нас герой-любовник? Кем ты себя тоже видишь? И насколько тебе удается, на твой взгляд, то, что тебе дают в работу? Ну, кем я себя вижу? Я вижу. Я даже не могу тоже конкретно сказать, потому что, учитывая то, что тот набор ролей, которые я сыграл в институте, он как бы не относится к какому-то определенному типажу или к одному амплуа. Там были абсолютно у меня разные, у меня были и характерные роли, и достаточно такие психологические, глубокие. Вот, так что конкретно себя никем не вижу и не хочу видеть себя в какой-то конкретном амплуа. Потому что, ну, гораздо интереснее, конечно, играть, когда ты в один день играешь какого-нибудь, там, не знаю, хромого старика, а в другой день ты играешь какого-нибудь мальчика. По-моему, молодого Серебрякова похож чем-то, да, если бы... Ну, вот я скажу, что Женя у нас играл, если помнишь, был раньше у нас в Тюзи, давно-недавно такой спектакль «Похождение храброго Кекилы», Юрий Иванович играл даже Кекилу, там, грузинская сказка. Ну, давно это что-то, да, давно было. Вот, грузинская сказка. Женя играл музыкально вот эту грузинскую сказку, вот эту Кекилу, грузинского лгунишку, сказочного персонажа. Ну, грузин, надо вспомнить. Вот, да. Потом была такая серьезная роль, это Дона в Фугарте «Здесь живут люди». То есть, помнишь, довольно такая интеллектуальная драма, да, после-газонсоциальная, вот, которую когда-то у нас играл Павел Викторович Маркелов, вот, с Розой. Вот. И потом в Шукшине несколько ролей характерных. И председатель комиссии у нас был, Владимир Александрович Гальченко, вот когда последний спектакль, да, последний спектакль мы показали по Шукшину. И он говорит, Женя для меня открылся как характерный актер. И ты, если пойдешь, значит, к нам в драму, ты обязательно покажи вот эти вот работы, чтобы тебя увидели как характерные. То есть, ну, вот я еще раз говорю, что есть попытка их, чтобы они вольготно себя чувствовали в разные жанровые, понимаешь, истории. Тем более, если у нас в Самарте, сами прекрасно знаете, у нас многожанровый театр абсолютно. Конечно. С утра мы играем сказку, да, вечером мы играем какую-то драму, серьезную психологическую историю. И актер должен быть готов к этому. Вот. И наша задача как педагогов направлять, выращивать, делать заготовки такие, которые способны работать... Полуфабрикаты. Да, полуфабрикаты. Но это уже дальше задача поваров. Конечно. Сделать из них либо вкусняшку, либо... Вкусняшку. Но сами тоже не расслабляйтесь и старайтесь. Саша, 14 человек на курсе, да, выпустилось? Правильно я понимаю? Правильно. Их и было 14 или кто-то за это... Нет, там была разная история вообще. Мы набрали их, было изначально 19 человек 1 сентября, 2 их стало уже 18. Потому что та девочка, которая у нас поступила на бюджет, 2 числа пришла за ней мама и забрала ее. Потому что мама была не в курсе, что она поступила на актерское и не разрешила дочери быть актрисой. Вот такие родители. Вот. Еще одна девочка, хоть ушла из курса, но не пропускала, по-моему, ни одного показа, ни одного спектакля. Вот. Там была обратная ситуация. Маме очень нравился наш вуз. То есть мама ходила, вместе с ней на занятия получала удовольствие, а девочка по ночам репетировала падение со стола на кухне. Ничего себе. Ну, для пластического, понимаешь, там, падения, отрабатывала до слез. В три ночи мама приходит на кухню, ребенок со стола прыгает, репетируя кульбиты и так далее. Потому что она была такая отличная. Да, ты понимаешь, там была очень большая самокритика, и поэтому она в силу этого не смогла учиться, что она должна получать высокие баллы и выйти к этому. Кто-то успел жениться, кто-то успел выйти замуж, поэтому тоже слились, да. Но потом, это живой же организм, пришли два других человека. Кто-то восстановился с другого курса, кто-то из другого института поступил. И я вот сейчас хочу сказать, ну, наверное, как-то похвастаться, что ли, нашим обучением и нашей школы актерской, которую мы даем. Потому что вот сейчас мне пишут, сейчас будет набор, пишут люди из Ярославля, из Новгорода. Вот, я говорю, у вас же там есть свои школы и Ярославская, и в Нижнем. Нам рекомендуют вашу школу здесь сильнее. Это очень приятно. Конечно, конечно. И вот я знаю, что вот сейчас мы едем в Крым на фестиваль, и с Крыма хотят поступать. К нам тоже на актерский, поэтому востребованность есть. Но мы можем себе это позволить, расширять горизонты и географию тех людей, которые поступают? Я думаю, что мы не можем, мы должны. И то, что, например, сейчас вот есть возможность у наших ребят идти в драму, и Вячеслав Алексеевич идет на это, что отсматривает, потому что одно время было какое-то затишье непонятное. Но сейчас это, слава богу, это очень здорово, потому что мы работаем на одно дело. И что у них сейчас есть возможность прийти, попробоваться в драму не только тем курсом, который заканчивает институт Наянова на их базе, но и нашей академии. Это, я считаю, здорово. Такая связь, она показывает то, что мы выше каких-то там условностей, какой-то конкурентности и так далее. Потому что в этом деле мы в итоге-то делаем одно большое хорошее дело. И наша задача, чтобы эти люди были трудоустроены. И говорю, что, ну, где-то 80% всегда, вот, по статистическим данным, наших выпусков, выпускников, они трудоустроены. Ну, это прекрасно. К ребятам у меня еще такой вопрос. Часто бывает у актеров кочевой образ жизни, да, там, пять лет в этом театре поиграли, куда-то переехали, где-то пригласили, что-то посмотрели. Готовы ли вы к таким экспериментам? Готовы ли вы куда-то ехать? Если готовы, то, может быть, куда? Да, какие-то вы смотрели уже за время обучения театра, есть там планы куда-то поехать, показаться? Может быть, не сейчас, может быть, со временем? Вообще готовы куда-то двигаться? Или в Самарку, наверное, все, никуда не поеду? Это ко мне вопрос, да? Ну, ладно, я возьму на себя инициативу. Пока что хочется очень остаться в Самаре. Мне нравится очень город, и меня привлекает то место работы, где я буду работать. А ты не самарская сама? Нет, самая не самарская. А откуда ты? Я из Тольятти. Ну, недалеко, конечно. Но все равно. Мы, кстати, никто здесь. Мы больше не давайте тогда подробно. Мы никто из Самарки. Кто откуда? Здесь, здесь. Я из Самары. Я-то тоже не из Самарки. Я тоже из Тольятти. Ага. Я из Саратова. Из Саратова. Я слышу, такой интересный... Саратовский сит. Интересный, да, немножечко есть. Слушайте, ну, жарвал. А вот тоже, видишь, не в Саратов пошла. Не в консерваторию туда. Да? К нам. Ребята занимались в дилижансе. Причем вот сейчас тоже член государственной комиссии, Ирина Алексеевна Миронова, директор, дележатся с руками, с ногами, идемте, ребята, ко мне приезжайте там и так далее. То есть это здорово, что есть. Но это очень хорошо, что наши специалисты остаются у нас. Это правильно. То, о чем и говорил Николай Иванович Меркушкин. Для кого мы готовим? Для чужих дядь и теть, что ли? Зачем это надо? Когда у нас есть своя прекрасная база, театры, которые нужно наполнять нашими выпускниками работать. Такой момент. Вот сколько-то лет назад, сейчас не возьму сказать сколько, но у нас же не было вообще театральной кафедры. Да? У нас была режиссерская кафедра. И какой-то был там платный актерский, там небольшой там что-то, курс и так далее. Потом, слава тебе Господи, у нас появилась актерская кафедра. И первые вот какие-то годы, насколько вот я это помню, вот так их было много, этих детей, людей, которые хотели, мечтали быть актерами, которые даже выпускались. А потом, вот сейчас даже непонятно, а где они все, то есть это, они куда-то поразъехались и так далее. Вот сейчас то количество, которое мы выпускаем, оно как бы удовлетворяет наши потребности, нам нужно еще побольше. Или вот нам каждые там 4 года нужно вот как раз вот столько. То есть насколько мы вот широким. Вот смотри, если по количеству выпускников, вот мы в этом году выпускаем их 14. Ирина Анатольевна Сидоренко, сейчас заведующая нашей кафедрой, в следующем году выпускает 27. Понимаешь, Вадим Викторович Грубунов сколько у него? Ну, около 20 у него где-то. Ну, 18 где-то там человек. У всех по-разному. Я скажу, что те, кто хочет работать и оставаться в специальности, они работают. На предыдущем курсе, который у них выпустился, многие работают в Самарте. Кто-то уехал сейчас ведущая актриса в Костроме. Другие работают в Питере. В Москве. То есть границы расширяются, и они трудоустроены. Если вы хотите этим заниматься, да, никто из Голливуда не позвонит. Это как, знаешь, у Шифрина, да? Сижу, жду зонка из Голливуда. Вот. Если сидеть ждать, то нет. Если пробоваться, то да. И насколько расширять. И еще, я думаю, что тут все-таки должна быть еще возникнуть такая история, которая когда-то раньше, когда я, например, наручился, была. Это запрос. Целевой запрос. Когда из других городов есть уже заранее у ребят какое-то трудоустройство. Не важно, что всю жизнь ты там отработаешь или один сезон. Но есть востребованность. Сейчас, к сожалению, у государства такого госзаказа у нас нету. И это очень плохо. Потому что, но если мы, например, там, педагоги пробивные, да, которые там можем пробить их куда-то там толкаем, что-то кого-то обзваниваем, знакомых там в Махачкалу звоним. Не толкаем, а предлагаем хорошие. Да, да, да. Ну да. Так можно сказать. Вот. То есть же и другие педагоги, которые этими занимаются. Которые говорят, ну вот мы выучили, а вы там дальше идите. То есть не у всех есть такая вот особенность, да. Спасибо вам, друзья. У нас, к сожалению, закончилось время. Я думаю, не последний раз видимся. Да, да, премьеру следующую. Приедем к вам на съемки, приглашаем еще в гости. Я вам желаю хорошего лета. Желаю, чтобы ваша работа, которая начнется с нового сезона, была успешной. Тебе желаю хорошо показаться. Спасибо еще раз огромное, что пришли. Больших успехов. Поздравляю с тем, что вы теперь настоящие актеры. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»